В минувшие выходные в Оржеве открыли мемориал воинам-киргизам, погибшим во время боев на Ржевско-Вяземском направлении в годы Великой Отечественной войны. Церемонию открытия памятника посетил президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, губернатор Тверской области Игорь Руденя. На мероприятии присутствовала наш корреспондент Наталья Чекет. В начале визита в Оржев президент Киргизской республики, председатель Государственной Думы и губернатор Тверской области возложили цветы к Ржевскому мемориалу советскому солдату. На Ржевско-Вяземском выступе Красная армия потеряла около 400 тысяч своих солдат, а всего на Ржевской земле погибло более 1 миллиона 300 тысяч граждан Советского Союза. В боях под Оржевом погибло около 60 тысяч человек, призванных с территории Киргизской ССР. Останки некоторых найдены и захоронены в братских могилах. А теперь на территории мемориального комплекса «Парк мира и примирения» в Оржеве торжественно открыт памятник воинам киргизам. Память о войне объединяет наши народы и страны. Нет семьи, которой бы не коснулось ее тяжелое дыхание. В цветущий весенний день 9 мая мы скорбим о тех, кто погиб в боях или пропал без вести. Мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто трудился, не покладая рук к тылу, кто лечил раненых, кто отдавал самое последнее для достижения общей победы. Это четырехметровый гранитный монумент в виде трех горных вершин Алла-То со снежными шапками, изображенные на гербе Киргизии. А возле памятника высажены тяньшанские ели, которые специально привезли из Киргизии. Я убежден, что этот мемориальный памятник будет служить символом нашей вечной благодарности всем героям, которые сражались за наше будущее. Их подвиги и жертвы не должны быть забыты. Они останутся в памяти народов Кыргызстана и России, как героический вклад в лучшую победу. Мы должны всегда помнить о них и передавать это наследие от поколения к поколению, ибо наше будущее тесно связано с нашим прошлым. На мемориальном памятнике высечены слова на двух языках. Вечная память и слава павшим в боях за родину в Великой Отечественной войне, погибшим, но не побежденным. Эта земля пропитана кровью народов Советского Союза, Кыргызстана, России, Украины, Белоруссии, Казахстана, других народов нашей большой страны, за которую полегли более миллиона трехсот тысяч граждан Советского Союза 41-43 год. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, мемориал станет символом общей исторической памяти народов России и Кыргызи о героях Великой Отечественной войны.